Сегодня у нас внезапный самурай. Сэр Артур Конан Дойн. Он, конечно, дал миру Шерлока Холмса, но, казалось бы, при чем здесь права человека? Канал МЫР, который вы сейчас смотрите, он же как раз про это, про права. Не забудьте подписаться на наш патреон, ссылка внизу. Мы там с вами общаемся и очень благодарны всем, кто помогает нам делать этот канал. Не только деньгами, но и словами. Спасибо. Так вот, однажды сэр Конан Дойн сам стал Шерлоком и спас одного человека. Но это вовсе не сладкая история, совсем нет. И человек был так себе. И спасителя своего он потом отчитал совершенно хамски. Ну так правозащитники спасают людей не потому, что те лапочки, а потому что невиновны. А невиновны и приятны во всех отношениях – это две большие разницы. Сама все время не могу привыкнуть. Дело было так. Перед самым Рождеством 1908 года в Глазго в собственном доме была обнаружена досмертезабитая богатая старушка – Марион Гилкрист. На месте преступления валялись документы и драгоценности, из которых пропала только бриллиантовая брошь в форме поломесяца. Несколько свидетелей говорили о выходившем из дома высоком молодом человеке, гладкобритом, с темными волосами в светло-сером пальто. Через несколько дней после преступления в городе заметили подозрительного персонажа – Оскара Слейтера, который пытался продать закладную на бриллиантовую брошь в форме поломесяца. То есть он сдал ее в ломбард, сам выкупить не мог и предлагал купить квитанцию. К тому же Слейтер был евреем с богатой сексуальной биографией, женат, но жил не с женой, а с барышней. А барышня отличалась пониженной социальной ответственностью. А Слейтер делил ту девицу за умеренную плату со страждущими. О темпора, о морис! К тому же, пока полиция выясняла моральный облик Слейтера, подозреваемого в убийстве старушки, он сел на пароход и отплыл в Америку. Но все же ясно. Однако брошь по квитанции Слейтера была заложена за месяц до смерти миссис Гилкрист. И вроде бы очевидно не являлась пропавшим украшением. Но полиция решила, что это мелочь. Власти США арестовали Слейтера по прибытии. Инспектор шотландской полиции приплыл в Нью-Йорк вместе со свидетелями. И они, с горем пополам, опознали Слейтера. Адвокат советовал ему подать апелляцию против экстрадиции. Но тот его не послушал. Наивный Слейтер решил, что сможет доказать свою невиновность перед британским судом. Казалось бы, брошь не та, алиби есть, дама сердце подтвердила. Но моральный облик подкачал. И национальность. Присяжным потребовалось всего 40 минут. И немецкий еврей Оскар Слейтер был приговорен к смертной казни. Однако общество возмутилось, и казнь отложили. Артур Конан Дойль узнал о суде над Слейтером спустя три года. После вынесения вердикта, изучив материалы дела, писатель понял, что расследования не было. Провел свое и опубликовал буклет из 80 страниц, озаглавленный «Дело Оскара Слейтера». И доказал, что оно сфабриковано. Дойл недоумевал, как британское правосудие могло опуститься до такой подлости. Естественно, свидетели не колебались. Когда на опознание их попросили среди выстроенных в ряд полисменов и железнодорожников найти темную еврейскую рожу. В 1927 году Слейтера выпустили из тюрьмы за хорошее поведение, без оправдания и компенсации. Такой итог снова вызвал гнев Канан Дойля. Он написал еще кучу статей и наконец добился, чтобы Слейтера оправдали. И выплатили ему 6 тысяч фунтов в качестве компенсации за 18 лет тюрьмы и работ, между прочим, в каменоломниках. А Слейтер вышел из тюрьмы и обвинил писателя в том, что тот заработал на статьях о нем. Мол, нажился сэр Канан Дойль, он был взбешен. Ах, как это знакомо! Романова ты мне на самом деле не помогала, а опиарилась на моем деле. Я хоть и не сэр Канан Дойль, но Слейтера встречаю регулярно. Кстати, через много лет, наконец, выяснилось, что настоящим убийцей был племянник мисс Гилкрист, с которым она поссорилась из-за семейных документов. Но, кажется, и это не точно. Продолжение следует...